Всем привет! В эфире Заметки о Черкесии. И сегодня у нас образовался небольшой обзорчик на мероприятие, которое проходило в прошлые выходные в Адыгее, о котором я был заинтересован и о котором я хотел бы рассказать. Речь пойдет о фестивале Адыгейского сыра. В станице Даховской он проходил, в этом году, не знаю, как в прошлом. И о нем я узнал почему-то только в этом году из социальных сетей. Раньше мне вообще ни разу не попадался на глаза почему-то. Фестиваль собрал огромное количество людей, по подсчетам организаторов. Около 10 тысяч человек посетило этот фестиваль. И, как говорят, в этом году их было очень много людей по сравнению с прошлым, что, вероятно, и связано как раз с тем, что больше хорошо пошла реклама в социальных сетях. И это несмотря на то, что шел дождь, несмотря на все вот это лето, жару бесконечную. И именно там, в горах, в Даховской, шел такой мелкий дождик, местами даже не очень приятный, но это не останавливало людей. Значит, тут хотелось бы сказать сразу об одном минусе, потому что, в принципе, минусов немного. Минус, собственно, в людях. То есть, место организовано далеко в горах, дорога там узкая на Лаганаке. То есть, это перец на Цедаховской, на повороте на Лаганаке, вот перед мостом самым, там называется Графские поляны, местечко такое поле, и вот там был организован этот фестиваль. Ну, видимо, может быть, организаторы не ожидали такого потока людей, и все это вызвало 7-километровую такую большую пробку, в которой мы долго стояли. Но постепенно, вот, подъезжая туда, к этому месту, люди как-то вот рассасывали, что называется, по всем свободным местам парковались, и, в принципе, никто никому не мешал, заторов не было. Там стояли представители ГИБДД, которые регулировали хорошо вот это все движение, не позволяя образовываться затором. Это как бы им плюс. В целом были отдельно парковки хорошо организованы, поэтому стоянка была нормальная. Что касается самого фестиваля, тут, в общем-то, в основном плюсы, мне очень понравилась организация. Это, конечно, фестиваль сыра был, но там был не только сыр. То есть, конечно, большая часть его занимала сырное вот это вот отделение, то есть разные представители разных заводов, в основном Адыгеи, ну и пролегающих территорий Краснодарского края. Все, кто занимается производством сыра, все эти представители там были, сделали, скажем так, дегустации бесплатные своих сыров, люди пробовали, покупали вот это все. Там я себе купил копченый сыр, которого обычно сложно найти у нас в Краснодаре, его хорошо продают у шапсугов, те же, например, в Лазаревском районе. Значит, там же и варили сыр непосредственно, можно было посмотреть на весь этот процесс и попробовать его. Кроме сыра, там были такие продукты, как мед и все, что с ним связано. Например, я покупал себе медовуху. Значит, это были просто блюда адыгсской кухни разные, которые можно было попробовать. Те же халюжи, например, там даже соревнования по халюжам проходило, тому, кто лучше их приготовит. Там что-то варилось, пеклось постоянно. То есть, это были и произведения мастеров, в частности, столики, седла, разные шичепшины музыкальные инструменты, разного народного творчества произведения, одежда. Был кузнец, который красочно ковал железо прямо посередине вот этого поля. В общем, было очень так разнообразно и очень интересно. Были отдельно там и кафе, где можно было просто посидеть и отдохнуть. И все это мероприятие, оно началось примерно в 3 часа дня, немножко там, ну, как бы, как и планировали. Значит, к этому времени уже очень народу много было. Все вот это перемещались от лавки к лавке, там все это пробовали, кушали массово. Причем мне вот что понравилось, то, что это не чисто такой черкесский фестиваль. То есть, это люди, как бы, мероприятие не в себе, как это бывает частенько в Черкесии, о котором, в общем-то, за пределами республики не знают. Там были представители с разных национальностей. Это просто люди ехали, вне зависимости от тематики, из разных регионов. Там и из Ставрополя, и из Ростова были. Я даже немцев там встретил, эту делегацию. И все это мероприятие плавно перетекло в творческие выступления. То есть, в основном, из Майкопа, я там, Сэшон Альмес, например, тот же выступал. Они пели адыгскую музыку, пели песни, танцы исполняли. После чего весь этот концерт закончился фейерверком. Значит, что еще интересно, хотелось бы заметить, там недалеко находится, ну, проще не далеко, через дорогу находится подъемник, на который я давно хотел попасть и попал, благодаря организаторам. Спасибо им. Значит, подъемник, ведущий на хребет Унокос. Причем дождь был внизу, наверху было теплее, там сухо, там дождь не шел. И вот на подъемнике мы поднялись наверх, там наверху организованы такие шатры, где можно там чай попить, покушать плов из казана, там шашлык покушать, и там такое все. Тут же выставлены стенды, так вот с видом на, с горы красивым таким, на полянке. Там на стендах этих, на изображение черкесов, ну, классические изображения, которые я частенько использую у себя, старинные. И информационный стенд, описывающий там культуру быта черкесов. Это вот организаторы Нордскай, вот они как бы занимаются тоже своего рода популяризаторством. Они возят сейчас туристов, пока рассказывают им пока только геологическую часть, то есть историю края, именно образование геологии края. А поэтническое, ну, еще будет впереди. И вот, значит, люди там ознакомляются с этими, с этой информацией. Значит, там же есть сразу же, значит, квадроциклы, уазики, которые развозят, прям, по Харипту, Ванакос, во все эти достопримечательности там смотреть. Ну, в принципе, там не так далеко, если бы не погода плохая, мы, может быть, их сходили бы. Я, в общем-то, планирую посмотреть эти места, еще сходить на чертов палец, потому что многие уже были, я, к сожалению, пока еще не посетил этого места. Ну, это в будущем. Скажу по секрету, что с Нордскай мы ведем переговоры, и будет интересный материал по результатам этих переговоров, я думаю, в сентябре, если все у нас удачно сложится. Об этом я расскажу, соответственно, когда будут результаты. Ну, а вы смотрите, комментируйте, делитесь с друзьями, ставьте лайки, и дождитесь уже немножко осталось, скоро совсем я сяду и, наконец-то, запишу уже большой ролик свой, то есть, как я это раньше делал по общей информации, по исторической. Он будет достаточно интересный, безусловно, всем, и, я думаю, мы будем бурно его обсуждать. В общем, вернемся к большим таким интересным роликам, но и интервью тоже не будем выпускать. На этом все. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова